Всем привет! Это разбор полетов, давно не было. Сразу к делу, меньше болтовни. Первый элемент это гелик. Ошибки на гелике. Самое первое, которое мне не нравится, по крайней мере, ты на спине держишь голову к себе. То есть ты делаешь гелик, а голову вот так вот подгибаешь. Я напоминаю еще раз, просто обрати внимание, вот я на спине, голова прижата. Если я буду голову поднимать, меня скинет в это положение. Соответственно, из-за этого у тебя низкий гелик, да? Поэтому ошибка. Вот тебе вставочка из моей обучалки, а еще лучше из слова гелика. Там обрати внимание, что голова прижата постоянно к полу. Теперь, следующая ошибка. Следующая ошибка в том, что ты не толкаешься ногами. Либо ты делаешь плохо выход с гелика в голову, с бэкспина в голову. Ну, либо просто не думаешь об этом. Правильный толчок делается двумя ногами. Одна нога у меня левая толкается вверх, а правая подсекает. То есть я с бэкспина левой ногой буду толкаться вверх, а правой подсекать. То есть у меня ноги одновременно работают. Такой толчок как бы в березку получается. Смотри. То есть тебе нужно толкнуться ногами правильно. Сейчас даже давай сделаю не через голову, а высокий через руки. Чтобы было прям визуально понятно. Толчок. Обрати внимание. Эта нога толкается вверх, а правая подсекает. Никаких вот таких вот. У тебя вот так вот нога работает. То есть ты сначала скручиваешь тело, а потом... Ну, ты нога вообще не работаешь, короче. Ты скручиваешь тело. Из-за этого у тебя одна нога загибается. В общем, некрасиво. Ноги напряжены в бедре. В бедре. Бедренная мышца, да? Квадрицепс. Ее напрягаем, чтобы нога не сгибалась. Смотри, гелик. Вот. Обрати внимание на толчок. То есть, в принципе, ты исправляешь две ошибки. Первая – это голову постоянно прижата, да? И не в лоб тыкаешься, а вот в это вот место. И вторая ошибка – толкайся двумя ногами. Сначала ноги, потом тело. Ну вот. Все, давай. Твисты. Традиционно, в разборе полетов. Прыгать не буду, надоело, блин. Ключо болит. Я тут не разогретый в начале тренировки. Короче, у тебя ошибка на заходе. На заходе. Банально, блин, все. Вот вы нифига не смотрите. Вот ты бы лучше все предыдущие разборы полетов пересмотрел внимательно и понял бы. Ну ладно, короче, смотри. Раз уж в разборе, смотри. Ты делаешь... Так. Ты делаешь вот так. Ты делаешь заход, а вот эту руку вот так вот ставишь. Ты прицельно ее ставишь. Причем даже не таким вот круговым движением, а фронтальное выпрямление руки у тебя получается. То есть ты делаешь такой... Хоп! Так. Короче, косяк жесткий. Вес переносится на руках. Как будто ты делаешь колесо. Колесо, блин. Прямо вот обычное колесо. То есть на колесе руки не втыкаются. Плавненько с плеча на плечо переносится. Вот тут так же. Голову зажал и с плеча в плечо перенес. Ноги скрутил, рукой толкнул. Не получилось перелететь, значит мало сил. Значит докачивайся. Ну просто постри. Вот смотри, первый вариант твой неправильный, второй вариант правильный. Вот ты заходишь и такой оп! Рука у тебя. Теперь смотри, второй. Надо зажать голову, корпус, задницу вверху. То есть ты должен сделать... Типа почти как на 99. Почти как на 90. То есть перенес, голова здесь, а дальше у тебя корпус отдельно работает. Отдельно. Не надо пытаться раскрываться вместе с корпусом. Сначала ногами скрутил. Потом рукой толкнул. Как-то так. Все. Если исправишь эту ошибку сразу, почувствуешь разницу. Позитивно к таким элементам отношусь. Точнее не к элементу конкретно, а к тому, что у парня нормальный свайп, все он скидывает. Типа, ну посмотри, что не так, помоги. Я уже говорил, респект и уважуха пацанам тем, которые, несмотря на то, что уже у них более-менее элемент, хотят его сделать еще лучше. Короче, у тебя, ну, свайпс как свайпс. Ноги пошире надо сделать. Но я тебе предлагаю другой вариант. Я вот свайпс сделаю по-другому. У меня такой полусвайпс, полуфлай. В чем фихо? Во-первых, я захожу на свайпс, вот с такого захода, как на флай. То есть я левой ногой машу, как на флай, а потом просто делаю точку. То есть у меня получается вот такой заход. Оп. То есть типа флай, а опа, свайпс. И на каждом обороте то же самое. То есть смотри, твой свайпс, обрати внимание, просто разницу в пазыре. Твой свайпс делаю. Сейчас соображу, как это сделать. Ну, что-то вроде, может, ты уж не обессудь, если коряло сделал. Смотри, как я делаю. Обрати внимание, что на левой руке я каждый раз протаскиваю свое тело во флай. А потом просто обламываю флай и ставлю ногу на пол. Вот так вот. Короче, как делать? Ну, если у тебя флай есть, поймешь. То же самое. Рука выдавливает таз. То есть твой свайпс делается за счет просто разворота тела, а мой делается за счет вытаскивания таза. Вот. Ну, там еще нужно держать себя пожестче на входящей руке. И все. То есть жестко на входящей. Тащишь задницу вверх. Мах сохраняешь. Во флай вылезаешь. Ногу ставишь. И все. Зубная фея прилетает. Махает палочкой. И ты делаешь крутой свайпс. Вот так вот. Все, давай. Тренируй. И удачи тебе на тренировках. Фух. Субтитры сделал DimaTorzok